Девушки отдыхают 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 Аминь Аминь Девушки отдыхают 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 то гораздо более должно дивиться истинному знамению, о котором само Божественное Писание свидетельствует, что оно чудное. Там была ложь, которой бы не дивиться, но отвращаться надо было бы. Здесь Божественное Величие, достойное всякого удивления. Что же видит Тайнозритель? Его взору предстают семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Определить конкретно, кто эти семь ангелов, представляется практически невозможным. Есть никакого основания не сближать, не тем более, отождествлять их семью ангелами, имевшими семь трупов, вписанных в 8 главе 2 стихе. Это явно другие семь ангелов. Семь трупов и семь чаш имеют разное значение. Можно только считать, что эти семь ангелов принадлежат к одним из высших ангельских чинов, так как явление их названо знамением великим и чудным, и им надлежит завершить суды Божии над грешным миром, не только землей, но и вообще вселенной. Это выражено тем, что они имеют семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Таким образом, под изливанием семи чашки Нева Божия, семи наказующих язв, изображены последние суды, которыми Господь накажет вселенную, и которыми окончится ярость Божия, ибо не изложены будут все враги под ноги Божии. 1 Христос 15.25 Как при исходе израильского народа из Египта последнюю казнь язву совершил ангел-любитель, исход 12 глава, так и при исходе Церкви Духовного Израиля из этого мира последние казни будут совершены через семь ангелов, имеющих последние язвы. В кончину века, цитирую, будет поступать царь тот по своему произволу и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев. Ибо что бред определено, то исполнится. Книга пророка Даниила, 11 глава, 36 стих. Эти семь ангелов будут исполнителями того, что предопределено. Через них совершится и завершится гнев Божий. Седьмиричное число означает полноту гнева Божия. Седьмой язвой окончится ярость Божия. Семь – число божественной полноты. Кроме того, это означает, что грехи, совершенные в седьмиричный круг земной жизни, будут обузданы и наказаны семью язвами семьи ангелов. Каково преступление, таково и наказание. Пожалуйста, можно вопросы задавать. По этому стиху. А здесь вот сказано, что будет суд над землей и над вселенной. Как так? Написано, видите, небо и земля сгорят. Как небо может сгореть? Вернется в свиток, и будет новое небо и новая земля. Да, я думаю, что вселенная – это небо и то, что небе, планеты, галактики, я не знаю. Новая точка отсчета будет для человека, по крайней мере. Мигдарь Тихонич. Что значит судить вселенную? Вселенная означает не одна земля только. Есть духи, господствующие в воздухе. И перед ним преклонится колено земных, небесных и преисподних. Вот это означает вселенная захватывает. То, что ниже, то, что выше и в средине человек. Вот тварь. Ну, тварь, как она, Боже? А все творения, и человек творения, и демоны творения. И они точно так же будут судимы. Где искушали, где какие препятствия ставили. Нам только один раз это услышать. А какой ангел? Как звать? Когда будет? Нам не надо. Мы знаем, это тайна. Я просчитал. В конце, когда закончится полностью книга, мы все должны сказать. Слава тебе, Господи, ничего я не понял. Больше ничего нельзя сказать. Не добавляй, не слушайся никого, кто куда поведет. Церковь толкование ввела в состав Библии. По толкованию святых отцов. Ничего определенного нету, ни имен нету. И поэтому на другом настаивать не надо. Но что судимы были, будут все. Это вселенная, земля и вселенная. Господствующий в воздухе и преисподних. Все. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Откровение, 15 глава, 2 стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Толкование. Стеклянное море перед престолом Божиим Иоанн видел уже и ранее. 4 глава 6 стих. Когда ему впервые явилась картина небесного престола. То, что он видит, это не настоящее море, а только подобное ему, как бы море, состоящее не из воды, а стеклянное. Так и в 4 главе 6 стих. Стеклянное море означает чистоту, светлость и невозмутимость вечного покоя святых сил небесных и упокоившихся в Господе праведника. 14 глава 13 стих. Это божественная просветленность, ибо, цитирую, «тогда праведники воссияют, как солнце». Матфея 13.43. Но есть и некоторая разница стеклянного моря здесь и в 4 главе 6 стихе. Там оно подобное кристаллу, а здесь смешанное с огнем. Прежде оно было ясно и спокойно, как кристалл, теперь же отливало огнем. Так переливаются цвета в драгоценных камнях. Это означает, во-вторых, написанное апостолом Павлом, что, цитирую, «каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается огонь и скитает дело каждого, каково оно есть». Первое послание к Коринфянам, 3 глава 13 стих. «Огненная река выходила и проходила». Занила 7.10. «Перед престолом Всевышнего и испытала на суде дело каждого, каково оно есть». Цитирую. «Глаз Господа высекает пламень огня». Салон 28.7. «Поэтому праведники изображаются, как море, смешанное с огнем. Один и тот же огонь имеет разное действие. Он попаляет и сжигает дерево, сено, салуму». Первое коринфянам, 3 глава 12.15 стих. «И наоборот, очищает золото». Первое коринфянам, 3 глава 12.14. «И откровение 3.18». Так, огонь суда, попалив нечестивых, которые потерпят урон, очистит праведных, просветит их и соделает подобными стеклянному морю, смешанному с огнем. Во-вторых, под стеклянным морем можно разуметь те таинственные воды жизни, о которых говорил Христос. Евангелие Таана 7.37-39. «И огонь, как божественное видение и благодать животворящего духа. Ибо в огне горящей купины явился Бог Моисею. И в виде огненных языков дух святой сошел на апостола. Море, смешанное с огнем, это крещеный водой и огнем Духа Святого угольники Божии». В-третьих, как мы далее видим, что и победившие зверя стоят на этом стеклянном море. То есть море, смешанное с огнем, указывает на прошедших огненное горнило антихристовых гонений и испытаний. «Они вполне осуществили слова апостола Петра. Радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Первая Петра, первая глава, шестой, седьмой стеклянный. Сергей Павлович, прости, пожалуйста, подключи, пожалуйста, Романа, просит, а я не могу подключить его. Спасибо, Христос. Малыша? Да, да, да. В-четвертых, само стеклянное море можно разуметь, как указание на божественную природу и сущность Бога, как отображение его небесной славы, как и естественное море отображает славу и красу естественного неба. Если в 4 главе 6 стихе «Море было чистым и спокойным, подобным кристаллу», то теперь оно смешано с огнем. Это указывает на изменение деятельности Божией в отношении к миру. К неизреченному милосердию моря Божьей благодати в кончину века примешивается праведный и святой гнев. Он теперь не только величественный творец, управитель и спаситель, но и грозный судья, посылающий на мир огонь своих судов и казней. «Погубив мир водой, он, явив потом свое милосердие, радуга, стеклянное море, как кристалл, теперь погубит его огнем, стеклянное море, смешанное с огнем». Смотри, 1 Петра 3, 7. «На этом стеклянном море Иоанн видит, что стоят победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, которые пришли от великой скорби». 7 глава, 14 стих. «Внешне они не одержали победу над Антихристом, не преодолели и не уничтожили его. Напротив, он погубил их, и многих умертвил, но они одержали победу над ним внутреннюю, ибо не поклонились ему и не приняли его печати, даже будучи умерщвляемы им. Ему не удалось сломить их дух, и они вышли победителями, сохранили верность Богу. И вот теперь они стоят, победившие у престола Божия, держа гусли Божии, ибо желают всеми возможными средствами прославить Бога». 5 глава, 8 стих. «Кроме того, гусли означают благоустроенную в согласии и добродетели жизнь, руководимую смычком Святого Духа и источающую дивную песню словословия Божия». Вопросы, замечания, комментарии? Никто не желает сказать. Ну вот на что хочется обратить внимание, это на то, что в последние времена праведники сравниваются вот этим с этим морем стеклянным и как вот здесь стоят море, смешанное с огнем. Вот. И толкователь нам говорит, что огонь – это испытание скорби, и как вот золото в огне очищается, а солома и дерево сгорают, так и будет погибель людей, которые принят, примут Антихриста и печать его, и начертания, и образ его, поклонятся ему. И так же люди, которые победят и опять же говорят Антихриста не внешне, а внутренне, то есть они ему не покорятся. То есть он будет их покорять. Покорять будет он их. А они будут одерживать славную победу, хотя и телесно будут умерщены. Ну как вот мученики, они были во все времена, и Антихриста еще нет, но мученики за Христа были, то есть они своей мученической смертью доказывали верность Богу, потому что для них в жизни это была не так цена, сколь вот вера и преданность Христу. Цель же Антихриста, вот эту веру и преданность каким-то образом обольстить. И те, кто вот сегодня утверждает, что незримой и безволи христиан будут на их лбы людей начертания, они тем самым умоляют подвиг мученицчества. вот, это очень близко к хуле на Духа Святого. То есть люди устояли, и у этих мучеников мы знаем, и тут заявляют так спокойно, а, Антихрист, он там, что ему стоит, он треть ангелов с неба смехнул, что ему так детей божьих расставил, всем печати все в Аду, здорово, ты живешь, нет, так не пойдет, разве Господь это допустит? А вот вы бодрствуете, надо вот бодрствовать, надо остерегаться, остерегаться надо, но Господь сказал, не бойтесь, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих погубить, бойтесь же того, кто по убиении может и тело и душу в гиену огненную отправить, Бога боятся, если человек боится Бога, он никогда лоб не подставит под эту печать Антихриста, ему будет открыто, что он предает, совесть ему будет подсказывать это, нам не безызвестны умысли сатаны, не безызвестны умысли, то же самое и говорит, будет победа, победа духовная, то есть они устоят, им хочется будет продлить эту жизнь, хочется будет продавать, покупать, но они отвергнутся это как ссор, как ничто, как апостол Павел говорит, лучше умереть, нежели согрешить, а отречение от Бога это предательство, это грех, и Иуда отрекся, и Петр отрекся, Петр покаялся, а Иуда отчаялся, но в последние времена уже вот этого покаяния как у Петра уже не предоставится, если человек переступит эту грань, похулит Духа Святого, предимет печать Антикриста, который будет говорить гордо и богохульно, он будет лгать на Бога, клеветать, так же, как на небе клеветал, он не просто этих ангелов смахнул внутри, он клеветал на Бога, и те ему поверили, его клеветали, пошли на них, вот как было, так же и Антикрист будет клеветать на Христа и на праведника, этого и Анастасиян, и лжепророк тоже будет врать, что не умирал, не воскрес, миллиард мусульман этому верит, вот он и есть лжепророк, их предводитель. Продолжим. Откровение 15 глава 3 4 И поют песнь Моисея, раба Божия и песнь Агнца, говоря, велики и чудны дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведны и истины пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открыты суды Твои. Толкование. Песнь, воспетая стоящими на стеклянном море, поименована как Песнь Моисея, раба Божия, ибо содержит в себе воспоминания о тех казнях, которые были посланы Богом на Египет от руки Моисея, из-за которой Моисея и евреи прославили Бога в своей торжественной песне после чудесного перехода через Красное море. Книга Исход, 15-я глава, с 1-го по 19-й стихи. Далее. И песнь Агнца, ибо прославляется дело человеческого спасения, совершенное Иисусом Христом, непорочным Агнцем Божиим. Или же под воспевающими песнь Моисея, раба Божия, можно разуметь спасавшихся под сенью Моисеево закона до пришествия Христа в мир. Они спаслись верой в грядущего Христа, как говорил пророк Аввакум, стоя на божественной страже, на башне наблюдения, праведный своей верою жив будет. Вторая глава, 1-й 4-й стихи. Это ветхозаветный Израиль, воспевший песнь Моисея, Исход, 15-й глава, с 1-го по 19-й стих. Воспевшие же песнь Агнца, это спасавшиеся под сенью Христовой благодати после совершения им дела искупления человечества. Это уже новозаветный Израиль. Таким образом, здесь показана совокупность спасенных ветхого и нового завета, поющих песнь Ходотаев Завета, Ходотаев Заветов Моисея и Христа. Если же здесь, разумеет, только непосредственно прошедших через великую скорбь во времена Антихриста, стих 2, то они поют письма Моисея, как прошедшие, подобно древним евреям, страшные казни, язвы, посланные Богом в мир и избавившие их от Египта греха и нечестия. Песнь Агнца они поют, как спасенные кровью Иисуса Христа. Эту песнь нельзя сопоставлять с песнью в 14 главе 3 стихе, которую могли петь только девственники и содержание которой было недоступно для других. Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит им ни Твоего? Ибо Ты един свят. Те народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Слова этой песни в отдельных выражениях и в общем Тоне весьма близки к исходу пятнадцатая глава с первого по девятнадцатый стих песен Моисея. Исайя двенадцать один шесть, Псалом девяносто один шесть, шестьдесят пять, два, сто четыре, семнадцать, пророк Иеремия десять, семь. Это славословие Богу за Его праведный суд над грешниками, за проявление Его всемогущества. Песнь можно разделить на четыре страфы. Первая страфа «Велики и чудные дела Твои, Господи Божий Сидержитель, посмотри на мир и ты увидишь величие Божие». Цитата «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимых». В плане к Римлянам первая глава двадцатой стихи. Величие гор, величие морей, величие небес, величие звезд, величие всей природы и вселенной, величие судеб Божьей в жизни отдельных людей и целых обществ. Вот великие дела Твои, Господи Божий Вседержитель и чудные, ибо когда человек все это созерцает и проникает со всем этим, то видит, что все это не просто так, а все это дивное чудо. Вторая страфа «Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых, о, бездна богатства и премудрости и ведения божия, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его». Римлянам 11.33 «Сейчас многие не могут вместить в себя то, что праведны и истинны пути Божии». «Они считают Бога неправым и спорят с ним, но ты кто человек, что споришь с Богом». Римлянам 9.20 посвятает апостол. «Сегодня нам многое понятно, но вечность откроет праведность путей Господних. Он царь святых, заделав святых своих царями». 1.6 «Он царствует над ними, ведя их путями праведными, истинными и спасительными». Третья страфа. «Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят? Кто не убоится тебя, царь народов, ибо тебе единому принадлежит это?» Иеремия 10.7 «Сегодня много в кавычках храбрых, не боящихся Бога, не славящих имя Его, даже хулящих, но где будут эти храбрецы, когда откроются суды Божии? Основанием страха перед Господом и необходимости прославления Его является то, что цитируют «Ты един свят». Точнее надо перевести «Ты един благочестив». Понятие благочестив обычно прилагается не к Богу, а к людям. Если же здесь это сказано о Боге, то ради того, чтобы сопоставить истинного Бога с бесами языческими и антихристов. «Нет между Богами, как Ты, Господи». Псалом 85.8 «Языческие Боги по мифологии не были благочестивы, но грешны, не будет благочестив и антихрист, который выдаст себя за истинного Бога. Только Господь, Творец неба и земли, может быть назван истинно благочестивым. Никто не благ, как только один Бог». Евангелие от Матфея, 19-го, 17-й стихи. Четвертая страфа. «Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Сегодня многие не желают поклониться перед Богом, но откроются суды Его, и зальются семь чаш Его гнева, и тогда поклонятся все. Но это уже не будет поклонение в Духе истине, каких поклонников себе ищет Бог. Иван Глядана 4, 23. «А поклонение в отчаянии и страхе перед открывшимися судами Божьими». Это будет поклонение Богу в силу чрезвычайности явления Его гнева. «О душа, спеши же сегодня сокрушенным сердцем поклониться перед своим дворцом». Вопросы? Ну, что здесь, какое место писания? «А иных страхом спасайте». То есть не только как говорят, Бог всех любит, всех прощает. Нет. Бог любит грешников кающихся, а не раскаивающихся, наказывает при жизни болезнями, гонениями, войнами, землетрясениями, стихийными бедствиями. Люди начинают называть Богу к истинному. «Господи, помоги, первое, кто придет на ум». Есть такое понятие, как черный ящик, когда терпят катастрофу, там, самолеты, там, или что-то, потом эти ящики скрывают, и последние слова, которые люди говорят. Что вы там думаете, что люди успевают помолиться? Если бы так, если бы так, внезапно смерть человечества, тем вот она и ураствовала. С одной стороны. Так вот и здесь, последние времена, как на Египет были казни обрушены, всякие там жабы, что только там и не было. И вывел Господь из этого рабства, египетского греху народ Божий. Так и здесь, кто-то видел вот эти вот, когда суды Божии сбьются, семь чаш гнева. Кто-то может быть и убоявшись этих гнева Божьей, но это уже как нам толкуется уже будет недобровольное такое поклонение в духе истине, поклонение в отчаянии и страхе перед отрывшими государствами Божьей. Приметь такое поклонение Бог или не примет, я не знаю, Игнать Тихонич, наверное, да, потому что Бог не желает смерти грешника, он наказание посылает для исправления человек исправился лучше, конечно, до вот этого и чаш гнева попакает, что ждать, у нас как поговорка в России пока гром не грянет, может не перекрестится, что такое гром грянет, понятно, пожарцам или еще что-нибудь, катастрофа начинает тогда Бог и можно было бы избежать всего этого. Вопросы? Игнать Тихонич, есть что-то туда вдумать? Нет, нет, нет. Я тут, как есть, так и надо принимать. Ничего не надо добавлять. Я сказал, почему откровение, вот 2000 лет уже богослужение идет, ни одного слова богослужения не берут, ни толкования, ничего этого нету. Ни одной проповеди у Златоуста нету. Это все таинственное, в образах показано. А когда исполнится, мы скажем, смотри, прям как написано. А сегодня что об этом говорит Священное Писание? Светлое, праведником, там темное, толкование, ты видишь, какое? Если человек только ищет откровение четко, Советский Союз, красное, там белое, он ничего тут этого не найдет. И только прочитал, вот я сколько, 50 с лишним лет приходится беседовать, проповедовать, я никогда не брал ни одного стиха. Ну, такой есть, я стою у двери и стучу, там 3.20, ну и все. Это тайна, и настаивать ни на чем не надо. Да, мы знаем определенная щетка, что тысячелетнее царство началось на Голгопе. И все на этом. Не надо даже в эти подробности от расскажи, уроки какие-то, они не в закон, откровение, закон Божий не фоит никуда, нету. А вот так образно, туманно, контуры увидели, довольны этого. Добавлять тут боязность, слишком широко взято толкование. Я на это не иду. Все. Откровение 15.5 И после всего я взглянул и вот отверся храм скинии свидетельство на небе. А еще вы используете толкование. И после всего, после созерцания святых из Петлянного моря Пресвестолом, после пения святыми песни Моисея и песни Ани, Иоанн снова взглянул на небо. И вот отверся храм скинии свидетельство на небе. Здесь он видит ту небесную скинию, по подобию которой Бог повелел Моисею устроить скинию земную. Книга Исход 25-я глава 8-9-26-30-й. Отверся перед взором тайнозрителя не двор скинии с ее святилищем, они были открыты и доступны всегда, но храм скинии то есть святой от их всегда скрытая от взора людей куда войти мог только первосвященник и то только раз в году. Собственно само внутреннее святого святых имело значение свидетельство. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой ковчега посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровении книга Исход 25 глава 22 Открытие святого святых небесной скинии свительства и откровения говорит об открытии последних откровений божиих о завершении судов божиих над миром. Открытый всюду вид ковчега с его скрижарями закона должен напоминать людям о его грехе против закона божия о нарушении и отвержении ими завета божия землею. А потому чисто в ветхозаветном духе грядет на мир суд божий без милости. Открыт храм открыто его святое святых. Вопросы? Воскресенье 15-6 И вышли из храма семь ангелов имеющие семь яз обличенные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персин золотыми поясами. Толкование. Эти семь ангелов те же самые что в стихе первом вышли из храма непосредственно из святого святых. От самого Бога являются его непосредственными посланниками в мир и совершителями его судов имеющие семь язвов. Они наполнены простите они назначены Богом для исполнения завершительных судов над вселенной. Семь ангелов являются из храма обличенные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персин золотыми поясами чем явно напоминают Христа подобного сыну человеческому обличенного по диру и по персин опоясанного золотым поясом. 1 глава 13 Это сходство говорит о том что мессия семи ангелов в исполнении воли Иисуса Христа как судьи мира их действия совершаются от его лица чистота и светлость одежды ангелов соответствует их чистому и светлому существу и является ограждением чистоты и света бога как судьи мира чистота и свет будут отличать божественного судью от неправедных судей мира сего часто вершивших нечистые и мрачные дела карающие ангелы опоясанные по персин по груди золотыми поясами могущественные и праведные готовы к исполнению последних указаний божьих как опоясанные золотыми поясами они достойны испытывать огнем судов божьих даже и тех праведников достоинства которых в писании означает золото первое коринфянам 3.12 семь ангелов имеющие семь я вышли из небесного храма вопросы окровение пятнадцать семь и одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш наполненных гневом бога живущего вовеки веков толкование то что семь золотых чаш передаются одним из четырех животных семи ангелов означает как учит святой Дионисий Ариапагит что ведение сообщается среди ангелов от высших низшим и соответствует ангельской иерархии и так все готово семи ангелам имеющим исполнить последние семь казней язв божьих над гибнущим миром даны семь золотых чаш наполненных гневом бога теперь уже ничто не мешает этому завершительному карающему действию на основании мест писания столом семьдесят восемь пять шесть второй петра три семь откровения пятнадцать два восемь гнев божий которым исполнены чаши и который должен излиться на мир можно представлять себе в виде огня чаши семи ангелов наполнены огнем гнева божия не случайно бог назван здесь живущим вовеки вечности и примирности божьего существа разокония тридцать два сорок солом восемь девять два евреям десять шесть откровения десять шесть заключаются как бы основа его неизменяемость и правосудия он вечный у которого нет изменения и нигде не перемен иакова 1 17 вершит праведный и нелицеприятный суд бог вечный а грех явление временное уничтожаемое его праведным дневом как только семи ангелам были даны золотые чаши наполненные гневом божьим вопросов ну вот у меня такой вопрос вот когда речь шла об антихристе тоже люди будут удивляться его величию даже будут восклицать кто подобен ему зверю тоже сразиться с ним и здесь также параллельно читаемые будут люди также прославлять бога тоже за его величие за его суды божьи за его гнев и ярость тоже как бы страх будет и антихрист страх на людей наводить но страх там будут ложные знамения а здесь бог истины и как вот чем вот этот разница этих двух страхов кто бы мог бы объяснить Игнать Ихонич попытайтесь всевозможное конечно Я третий раз говорю не искушай меня я никогда на это не пойду я слушаю молчу и благодарю бога что православным господь дал такое откровение но не больше я не могу его ни другим не пересказать ничего это дано для ознакомления а не для того чтобы наставили на своем это откровение еще раз повторяю за 3000 лет ни одной строчки богослужения нет ни одной проповеди ни у златоуста никого нет эту книгу почти 300 лет не принимали в каноны это о чем-то говорит предусмотрительной осторожностью должны считать ничего не добавляя прочитал и сказать вот считается что это так не больше на себя ничего не бери а только сошлись вот и прямо усердно было открыто так о страшном суде а ангелы какие они огонь проливают в какое время в каком году нам это и знать не надо бог не открыл поэтому меня не искушай на этом пожалуйста хорошо не буду откровение 15 8 и наполнился храм дымом от славы божьей и от силы его и никто не мог войти в храм доколе не окончились семь язв семи ангелов толкование полыхающий огонь гнева божия в золотых чашах и в руках семи ангелов производит такое обилие дыма что наполнился храм дымом о подобных явлениях славы и силы божьей и невозможности человеку войти в нее читаем и в ряде других случаев так было на Синае цитирую гора же Синае вся дымилась от того что Господь сошел на нее в огне и восходил от нее дым как дым из мечи и вся гора сильно колебалась исход 19.8 евреям 12.18 гора Синае плала огнем и была погружена во тьму мрак и бурю при освящении Скинии покрыла облако Скинию собрания и слава Господня наполнила Скинию и не мог Моисей выйти в Скинию собрания потому что осеняло ее облако и слава Господня наполняла Скинию книга исход при вознесении ковчега завета в новопостроенный Соломоном храм когда священники вышли из святилища облако наполнило дом Господень и не могли священники стоять на служении по причине облака ибо слава Господня наполнила храм Господень 3 царство 8 глава 10 11 пророческим оком видит Исайя на небе что поколебались верхи враг от гласа восклицающих свят 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 Господь Саваоф вся земля полна славы его и дом наполнился курениями прописая 6 4 так и здесь наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его и никто не мог войти в храм доколе не окончились семь язвы сними ангелов доколе не погас в чашах огонь гнева Божия и соответственно не развелся дым от него дым наполнивший собой храм означает коль страшен ужасен и мучителен гнев Божий слава Божия и сила его произведшие этот дым проявляются в данном случае в его правосудии и праведном воздаянии грешника доколе не окончились семь язв сними ангелов и не завершились суды Божии над грешным миром доколе не произошло окончательное разделение праведных и неправедных и из небесных святых никто не мог войти в храм в обители небесного Иерусалима его священнейшее места потому что Бог предусмотрел нас нечто лучшее дабы они не без нас достигли совершенства они евреем 11 глава 39 40 стихи и все сии свидетельственные вере не получили обещанного но призваны еще успокоиться и ждать 6 11 только когда окончательно развеется дым гнева Божия откроется праведникам доступ в небесный храм вопрос вопрос храм да то есть вот этот стих последний как бы говорит что откуда бог грешников не накажет вот вот и в храм вот никто не мог войти а сектанты нет сначала церковь восхищена а потом уже с грешниками сейчас прошел можно задавать вопросы непосущим того какие вопросы ни у кого ничего нету у меня есть не именно о том что нужно это или нет не в этом вопрос а именно о канонах канонах есть от десятине что-то кто не платит десятину да изверну такой как бы хотелось бы да пока еще ответ нужен да ну а какую десятину то давать надо понять почему она вообще установлена я тут просто доказывает мы делаем какую-то работу одним нам трудно мы кого-то нанимаем и когда начинается расчет за работу мы должны держать свое слово вот на работе у нас был четвертый разряд это я бригадир который поменьше что-то знает ему третий разряд а который новичок второй разряд ну а разряд это коэффициент там или мы стенку ложим или полы настилаем так и здесь бог говорит что я ваш участник это англотоус просто объясняет ну ты сам по себе создал создал себя сердце дыхание в ноздрях уши кишечник пищу ничего нашего-то нету ничего то что едим и даже отходы все не наше а теперь что делаем желание трудиться понимать сгибается рука берут пальцы в этом бог какое участие принимает сто процентов а просит только десятину и поэтому когда люди не дают то не написано что вы жадно не хотите уделить нищим не так бог меня обкрадывайте меня бога обкрадывайте это мое моя часть в ветхом завете это было что солнце светило а человек его не делал солнце ну да но что изменилось ничего не изменилось в новом завете нигде не написано что написано ветхом завете что нельзя жениться на своей матери нельзя жениться на родной сестре нельзя ложиться с мужчиной как женщиной ни в канонах ничего нигде нету но однако ничего не изменилось в ветхом завете говорится неоднократно о том как люди пострадали за изменение своего образа накрашенные там об этом Исаия говорит в новом завете не говорится но поместные соборы добавляли об этом ссылается священное писание но человек не изменился бог остался тот же почему у тебя бороды то нет безбородый кто у нас здесь ходит почему ты все-таки стрижешь укорачиваешь в малом невере над многим тебе бог и не поставит поэтому сердце такое нетвердое ты один раз услышал как Адам жил да что у него бритва была нет ну написано вот там тогда-то было над слугами насмеялись полбороды обрили это навсегда они были обе счещены люди которые себе так это в ветхом завете ничего не меняется у нас ни третий глаз во лбу не вырос в новом завете ни хвост ничего все осталось так же изменились отношения с богом бог сказал я беру на себя грех мира и умру потому что возмездие да грех смерть ничего больше не изменилось жертва была осталась суббота была осталась но только в новом заветном понимании жертва это уже Христос не ягненок Иоанн Кресителю называют Агнес ягненок и поэтому вопрос для кого этот вопрос если человек верующий у него вопрос и не возникнет каноны сибирицы собирались они никогда этой темы не касались чего касаться когда и так понятно не делай аборты но однако уже это было и тогда Василий Великий написал в канонах нет но это в книге правил второе его правило за аборт 10 лет от учения церкви так это еще не говорит о том что ты прощен будешь эта церковь так наказывает это не говорит о том что у тебя таланты прежние останутся голова сделается как решето все будешь забывать у тебя ничего не получится ну дальше ты иди все блудник скудоумен почему краденый хреб хорош как писание это говорит об этом ты один раз прочитал как огня бойся там где уже другие это упали зачем тебе это проведать зачем тебе высоко поднимать это следствие навернешься и руку сломаешь ходи спокойно по земле нигде нету в канонах это и не нужно про табак наркотики не написано ни одного слова а десятина установлена навсегда на вечное создание как церковь она а в ветхом зайте была церковь ну а как посреди собрания восхвалю тебя Давид говорит собрание это и кумена и есть церковь община просто серьезно один раз услышал и не позволяет чтобы дьявол мозгами нашими играл богу принадлежит все земля воздух солнце и я весь и он соучастник моей работе без него я ничего бы не начал он меня благословил жилы натянул ну и почему с богом не поделиться как просто все не надо тут мудрить не отдают люди жадные не имеющие страха божия неблагодарные если бы мы не жили на этой земле то могли бы какие-то вопросы задавать но мы же живем здесь поэтому человек сажает почему он знает это не просто зернышко ну маконькое посадил маковка выросла другое зернышко там толкнул арбуз земля вода одна воздух один вода одна все разное разве это не чудо помидоры какие вкусные дыни виноград это все зернышко жуй там еще нету в нем никакой сладости из земли сладость она грязь в воде сладости нету в солнце тем более откуда сладость откуда горец перец редька откуда из земли нет просто бог дал это свойство и все кто дал бог поэтому дайте мне десятина она моя вы обкрадаете поэтому не просто плохо проклятием прокляты от горы проклятий которая гибель человека именно здесь вы прокляты самим проклятием довольно непонятно если проклят да вот ты проклят а проклятием проклят это значит не самозванная гора такое у нее название вот и все вот мне лично я когда услышал про десятину в первые дни как обратился мне никто не объяснял я понял какой страх если я не буду платить это ужас я вор буду святотатис святотатис в церкви написано что там свечи ладан ничего не брать вот агарки лежат не имеешь права брать церковная уже нам не принадлежит ты бога обкрадуешь а здесь обкрадуете меня конкретное вы не дали даже то посвятили а здесь не дали считают книгу Тавита 1.6.8 никто не исполнял а я говорю выполнял мать Девора мне говорила там и бабка видна я говорю каждый год ходил в Иерусалим десятину отдавал священникам десятину на храм десятину кому положено три десятины давал ибо он был очень благословенный как его бог все открывал устроил я вижу по состоянию людей которые не платят десятину они по запаху эти люди другие в другую сторону тянут пышатся апостолы понимали это ну как они все имение отдавали они не одну десятины все десять отдавали все было общее к ногам апостола положили вот на все сто я не не потянул бы а на девять десятин моя жизнь так прошла весь ответ поэтому я смело могу говорить десятина это обильное благословение бог говорит проверьте меня думайте то ли есть бог то ли нет то ли слышит десятину плати и бог говорит отверзу небо для тебя именно почему на тебя это выйдет рядом другие люди были а почему на меня не знаю я благословенный потому что плачу десятину вот так еще вопроса пожалуйста можно мне я вот не работаю я инвалид получаю пенсию мне тоже нужно отдавать десятину сядь рядом спрашивают он инвалид и получают пенсию ему надо тоже десятину с пенсии отдавать пенсия какая если вы ее заработали вам платят а если инвалидность это вам просто подают милости но что интересно златоуз говорит даже нищий собравший деньги подали ему он тоже платит десятину нищий у церкви ну отсюда сами сделайте вывод у нас когда были студенты спрашивали их давали десятину как а как вы считаете лучше лучше сделать так заплати чтобы совесть не мучила и заплати и скажи я живу мне не хватает и обратиться к церковным служителям чтобы они тебе дали а сколько ты сдал ну я дал 50 рублей ну вот чтобы они тебе 500 дали я отдал свое а теперь церковь помогла тебе все благодарны друг другу вот так надо рассуждать так минуту говори а десятину обязательно в церковь или можно так людям как-то дать я еще раз говорю книга Тавита первая глава 6-й 8-й стих десятина принадлежит священству но если они торговля занимаются давать не надо десятину уничтожает торговлю ни за какие таинства брать не будут ни копейки десятина все покрывает и как нигде нет десятины там безобразие там Христос плетью стоит порит их гонит из храма торгашей они подмену сделали а подмена это второй грех страшный ты найди нуждающийся вот я рассказываю этот случай у нас знакомый парень был он от нас отошел долго не было через 5 лет приехал но он опять хотел к нашему кружку но мы были прямо в московской патриархате патриархи речи церкви я говорю сколько ты заработал ну на большом бульдотер работал он там на золотых приисках на севере ну и сколько заработал я знаю тайны нету за 5 лет он посчитал 5 лет сумма очень большая мы ты вор если ты не платил ты согласен отдать деньги а у него на книжке почти столько и осталось согласен вот иди деньги сними отдай их тогда сюда принеси а потом будем говорить мы тебя будем принимать друзья он принес деньги никто не прикасайтесь к деньгам теперь давайте думать куда их употребить самое бы конечно хорошее людей накормить бедных согласны согласны говори 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 вы кто кто вы кто сами назоветесь я говорю кто вы такие и и здесь Игнать Тихонович сказала такая фраза что торговля уничтожает десятину то есть если храмы торгуют то давать туда не нужно а где сейчас найти храм где вы торговали да нет нет таких храмов так что вопрос не давать вообще или искать людей которые не даются но это тогда будет уже не десятина та святая которая принадлежит священству ну господь это благодать божия замкнутый круг я считаю что нужно все-таки давать священнику торговля священник словами что это святая а если не брать в конверте прям положил к ногам да еще уточним ну всего хорошего у нас занятия идут зайдите к нам по скайпу если бы по скайпу то зайдите я вам скину с Богом с Новым Годом поздравляю ваш подписчик я и знать не знаю но я думаю то что мы узнаем из священного писания нам вполне этого достаточно достаточно порядок только такой ну вот как муж собирается куда-то а жена что там копаешься да я смотрю что-то воротничок у меня то ли я носил ну сомневаешься возьми другую рубашку так и здесь ты думаешь плачу не плачу если ты будешь платить совесть тебя не будет мучить а если ты церковный человек ты так и скажи у меня денег не хватает на еду вот весь круг любви он заплатил Богу любит его любят ему дали ну вот и все Игнать Тихонович у вас прозвучала такая фраза что торговля уничтожает десятину то есть если торгует то я не закончил немного когда парень принес эти деньги я говорю Саша вот сейчас мы узнаем кого накормить хлеб есть в магазинах есть значит покупают все а духовного нет его не было печатали только отделенные баптисты инициативная группа баптисты незарегистрированная у нас были хорошие друзья там мы взяли все деньги он взял к ним никто не прикоснулся мы пришли говорим вы раздаете иногда Евангелие ну там один два экземпляра все таки попадали мы знали что это в Латвии там печатают подземелья где-то люди их сажали вот нужны средства конечно мы хотим поучаствовать мы у которых десятина наша была мы туда положили кроме того вот у меня сколько жили там студенты на квартире мы одинаково все но решили так на еду ложить 25 рублей 25 каждый но если они ко мне на дом пришли им 25 лишние будут мы будем уменьшать 15 а десятка осталась а если у нас несколько человек эту десятку мы туда отталкивали там где лежит милостыня и у нас быстро накапливалось мы было что взяли и туда же приложили и отдали и все пошли поблагодарили бога для баптистов конечно это было удивление но для нас это нормально и они сели вот они православные пропевают разговоры закончились по сегодняшний день ты сам знаешь Сергей когда тут к нам приехали в гости библейское библейское общество Булатов Алексей Владимирович с Новосибирска он два раза к нам заезжал наша община это маленькая бедная там старики мы столько собирали шестизначные цифры и он говорит вы у меня вышли по Сибири на первое место это он сказал и в следующий раз приехал уже с американскими спонсорами они решили сами увидеть он говорит это православное все рассказал так было так вот так видишь как это божье вот сейчас мужчина звонит это ваш возраст и столько помните я восхищаюсь я отвечаю ничего моего нету нет я встаю как опустошенный ничего нету Господи и с этой немощью с пустотой я подхожу к благодати Божией Бог дает и запомнить и сказать и в нужный момент скажешь даже думаю как же я сказал я еще это не считал даже люди не понимают этого поэтому я считаю самый страшный обман это не политики совершают а верующие которые говорят что образовали миссионерские отделы при каждой епархии их нельзя образовать это обман стопроцентный благовестнический можно ну там певческий музыкальный благотворительный миссию нельзя создать ее Бог только делает Дух Святой они не понимают почему везде Христос посылает по два по два идите и тогда являются македонянины и говорят приди к нам помоги они этого не знают стоят у кассы а я статью написал деньги получают срам один это не знают даже может и патриарх не знает это что я говорю это нигде я не считал я просто стою перед Богом молюсь и прошу Господи покажи как вот у нас была миссия два человека шофер-то не считовый он просто за рулем сидит прошли от Тихого до Атлантического океана и везде встречи 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 были во всех государствах и как Бог делает куда руль повернул почему в эту улицу ты повернул спрашиваешь шофера у нас Николай Крущина Николай Павлович не знаю языка не знаем Лиссабон Португалия и там сидят пенсионеры подъехали спросили и дальше как картина разворачивается и прямо дальше один из них поднимается помог деньги наши евро разменять у нас очень крупные были и привел прямо поехал к храму православного подвез я Николаю говорю ты ехал по улице почему вот этот переулок свернул он говорит понятия не имею просто руки повернулись туда и все я свидетель это и Николай живой а если в другую сторону или прямо проехали ну хоть сколько ездим мы даже не знаем ни одного адреса нету ничего вот как Бог делает он тебя берет как сосуд это миссия Духа Святого почему Иоанн Златоусев повторяет что правильная книга должна называться мы не Деяние апостолов это люди так назвали а Деяние Духа Святого весь ответ мне этого ответа вполне достаточно на всю жизнь у меня такой вопрос Игнатий Тихонович как вот быть тем людям которые входят в храм где торговля как им платить десятину ну как пускай они думают сами я за них не буду думать но мы я бы допустим там вот оказался и попытался бы сказать торговлю делать нельзя а священник сказал на что жить я бы сказал будем сейчас сегодняшнего дня говорите десятину торговлю только уберите но не знаю тогда ничего не будет ничего деньги в другое место отправляй там где нет торговли найди нуждающихся нуждающихся это уже будет милостыня а не десятина десятина например священ торговля священство уничтожает замкнутый круг найти такого священника который и торгует и он и приложи все что есть у нас есть люди которые хорошо знакомы там они побеседовали со священником торговлю не убирается поэтому она ищет а ищет куда отправить то есть это надо уже на рычагах руки держать там где-то погорельцы там где-то беженцам помочь надо рядом бывает многодетные болящие вот такое дело нет это уже другая десятина мы сейчас говорим о десятине той которая святая которая принадлежит священству мы говорим приложить к ней ты не расслышал ты к ней приложи вторую и третью если она здесь не нужна она не нужна я говорю ты положи к ногам священника положили он говорит убери ее не надо потому что он знает здесь меньше чем там приложи он ходил там где принимали где торговли не было и все как положено а когда Христос пришел он эту торговлю уничтожил выбросил рассыпал эти деньги ни во что вменил а там нуждающиеся были а Павел собирал десятину собирал ну конечно а куда дел говорит для нуждающихся в церкви первенствующей иерусалимской мне наказано было я старался это в точности исполнить и когда он встретился с Петром и Иоанном и они ему напомнили не забывай сбор делать для святых в Иерусалиме ни в Риме ни в Барнауле в Иерусалиме дальше все отговорки уже ничего не значат уже повеление дано счетчик включенный все пошло так вопросы давайте еще можно да можно давайте Настенька значит вот как определить вечность постановлений вот вы приводите из Малахии да по поводу десятины что проклятием вы прокляты но есть же вещи которые сказаны в Писании но они все равно в Новом Завете уже как бы не работают или как это вот например написано в пророке Исаии конкретно что они работают в Новом Завете ну я имею ввиду вот например я приведу обрывание например нет нет я не это имею ввиду пророк Исаия говорит погибнет тот кто ест свиное мясо ну и что эти слова куда-то деваются или никуда не деваются не деваются Златоуз говорит почему павильона было то другое не трогают да мало того что это запрет выводил их на то что это не боги у них боги там и змеи были он как в житиях святых описано и поэтому все это запрещалось есть а что разрешалось быка ну а быка живьем то не съешь его надо колоть было а у них поклонялись быку апису апис божество ну по неволе все запрещено было а бык разрешалось а в Ветхом Завете ну в Ветхом Завете определенно было с какой целью сказано не разрешалось и человек не постигал а в Новом Завете Павел говорит всякое творение Божье хорошо ничто не предусвидительно и вон сотворил свинью и собаку и кошку и голубя и ворона и говорит Бог все хорошо и вот все хорошо а что нечистое нечистое это для человека назван оно не может быть нечистым когда Павел говорит всякое творение Божье хорошо а кто по-другому учит это бесовское учение бесовским назвал Павел демоны учат так поэтому в Новом Завете ничто это не запрещается никакая пища ибо освящается Словом Божьем и молитвою но но здесь говорит Василий Великий нам не запрещено есть какую-либо зелень траву но мы же не белины а бели чтобы белину есть и весь ответ ты тоже должен рассуждать свиное мясо оно вредно вредно очень трудно там для селезенки и прочее зачем тебе соблазн 2 миллиарда мусульман евреи не едят да вовек не буду есть чтобы не соблазнить кого вот у нас мяса вообще не бывает нету его нету и нам нужды нету детский лагерь дети а рядом колят все время коров быков куриц в Потеряевке бывает иногда что-то дадут там ну там телятину какую-то или баранину сварят один раз для вкуса больше мы не берем рыба и все Павел говорит не буду есть мясо а какого не будешь никакого что вино нельзя можно не буду пить вина чтобы не подать соблазн вот так надо рассуждать воздержание оно поощряется но если ты будешь думать что свинину сегодня нельзя и грех тебя церковь отлучит хорошо поняли я да да по-другому никогда не рассуждаем в новом завете уже Павел Хемопея пишет всякое творение Божьего всякое разницы нет это лягушка змея или что там еще едят люди такое невероятно там устрицы разные освящается словом Божьей молитвы еще за десятину десятина принесена священнику а священник говорит положи на нужды сиротам в церковную казну или как она называется это же считается что ты священнику дал правильно не считается не считается священнику я ничего не дал а почему он не взял то когда ему в руки надо подать ну сказал что так не приняло лукавство а я не брал ну тут же скажут а я не брал это на уборщиц пошло там или еще куда-то не ну там на сирот они вот в храме отделяют на сирот сирот там помогает где отделяют это должно быть отделено и показано у нас ящик висит у нас тарелка не ходит и написано ну же церкви вот собираются куда-то там помочь вот сейчас детям там подарки купить ну там назначены у нас люди скрывают эту ящищек и смотрят сколько там есть и куда и дают отчет в этом все просто и понятно можно да еще продолжу вот я рассуждаю по этому поводу только что так вот смотрите Господь говорит что жертвы приносятся ему то есть жертвы приносятся Богу но он говорит пусть принадлежит священнику там бедро нога и так далее то есть как бы ты отдаешь жертву мне но я отдаю ее священнику почему тут не может я принесла священнику а он говорит отдай ее сиротам если она ему как бы не нужна потому что той жертвы нету и к ней прилеплять то что мы хотим ухо какое-то нету специально об этом говорится что если вот во время праздника там приносят мед запрещенный запрещенный и все вот у Семена Солунского подробно все описано называется новая скрижаль просчитал один раз все понятно никаких сегодня там лопатах определять гузно где курдюк где-то ничего нету нету те жертвы указывали на жертву Христа он пришел и поэтому ветхозаветные жертвы вагнца там в быках кончились их нету к ним даже никакой взор не поворачивай это прошедшее его нету Игнатий Тихонович повторите Симеон Симеон Солунский Ага все спасибо Христос Солунский книга такая где все объяснено абсолютно все или новая скрижаль все абсолютно все объяснено а вот профессора Смабалиновича книга она где-то страниц 900 профессор киевский дореволюционный был Скабалинович он объясняет когда возникло впервые вот это песнопение слава отцу и сыну и святому духу когда Богородица в какой пост в каком веке было то есть он по этим датам как лопухин ведет ну выбили из 12 книг но эти 12 сделали на 3 тома юбилейная была к тысячелетию в Стокгольме кажется издали и сюда привезли бесплатно а тут на нее цену наложили там 200-400 рублей я однажды взял один том и по нему хотел провести занятие которое вел в университетах я едва-едва кончил урок и больше в руки не взял у нас еще вопрос Игнать Игнать Тихонович можно вопрос а если священник не берет но он у нас и бывает очень редко но когда даже и был он у нас не взял десятину голову поднимите как нос видать вот так он говорит что вот ложите туда в сокровищницу и все а в руки не взял положи скажи отдал ему тогда он пускай ложит отдай ему в руки он не взял второй раз он говорит зачем всех перебирать одинаково для всех одинаково он говорит что означает торговля он не думает расставаться а здесь священник из десятины должен десятину отдать еще он отдавать тогда пускай и ложит туда а если не берут значит можно туда и не ложить а пускать я не виноват он отказался все я направлю в другое место нет это так и называют десятина только ложить ее надо туда не надо все все ложат это другая десятина по желанию по желанию а это обязательно для священства а там они от этой все кормятся я ему должен отдать я вам отвечаю вы не приняли не приняли ваше дело вы меня спросили я вам ответил абсолютно четко отдать в руки в руки не берут ну почему к ногам то апостол положили бы там где-то в стороне то зачем они к ногам то приносили они руки не успевали протягивать ну и сказали бы там куча как у евреев там было груды груды принесли а здесь именно к ногам вот и все и видно было что человек облагодатцем богом ну если не берет в руки значит можно помогать нуждающимся ты определи сама теперь куда он отказался значит он не нуждается он и не берет то почему я не брал он через 2 минуты скажет а я не брал если он брал торговля уже все она и так преступление торговля а теперь в ней нужды никакой нету у нас торговли нету вот мы в Барнауле у нас нет торговли и с тарелкой не ходят то есть люди совершенно посторонние у нас посторонних нет ну а если посторонние а у нас ящищик на нем написано нужны церкви к стенке прилеплен кто щедро все щедро жнет ничего не написано и вот к нам в гости приехал главный банкир Алтайского края потеряевку управляющий Сбербанка ну и с ним есть другое тут банк поменьше там из города Павловска или села назвать то побыли тут в храме мы все объяснили и он обернулся так это у вас тут сбор идет я говорю да он тут уже развернулся назад достал деньги и положил а мне говорят он еврей мне разницы нет он понимает что здесь за него будут молиться и знаете как легко на душе когда у нас вообще ни разу у нас с тарелкой не ходили ни разу но писание говорит не являйся перед лицом Божьим с пустыми руками на все хватает на все вот сейчас начинается новый год и вот после завтра уже новый год и следующее не следующее воскресенье а через два четырнадцать дней отец таким сейчас следующее воскресенье там служит а потом приезжает он мой родной брат у него овечек там бывает до ста там матушка агроном там сотрудничает с институтом там аграрным университетом там по семенам то есть у нее всегда все есть а у меня ничего нету совершенно ничего нету и у него пенсии больше моей а у меня минимально меньше меня никто не получает несмотря на это он только приедет я сейчас подсчитываю свою пенсию шесть тысяч пятьсот двадцать три рубля сразу пересчитаю на двенадцать месяцев и добавляю еще чтобы не ошибиться сорок ударов без одного ему отдаю он никогда не отказывается почему он обязан взять я ему подаю а для него это крошка где он бывает кому помогает я сделал все за год вперед а то вдруг у меня не будет где-то поэтому я благословение получаю от Бога постоянно и каждый год вот сейчас он приезжает следующий день я уже приготовлю пойду получу пенсию и посчитаю сколько там тысяч восемь мне надо отдать меня обкрадывайте Бог говорит эти слова разве не пугают людей меня обкрадываете пугает то что почему-то Бог в лице священников не берет да пугает то не то что хочется ее дать как положено но не берут а я знаю почему у нас одна была в деревне мы с ней беседовали и она говорит а я плачу десятину пенсия сколько она не говорит тут сразу начинается а почему не говоришь то один живет ну не в нашей общине там живут и староверы жена не знает сколько муж получает пенсию ну какая какая вот это недоверие ну она у тебя не возьмет почему это уже принято бегать и таиться не знает и когда спрашивают а зачем тебе и дети такие же сегодня вот пишут там Матвиенко получает у ней каждый месяц там ну как заработка или что-то 5 миллионов 800 тысяч у другого там полтора миллиона а кто директор пенсионного фонда наша пенсия а у него там миллион кажется 700 тысяч или 3 миллиона 800 сейчас не помню недавно были опубликованы ну это его дело с него за это спросит а у меня спросит за 6 тысяч 523 рубля 13 копеек и все ну а если мы так и будем в эту сокровищницу ложить ну это мы мы так и ложим раз у нас не взяли мы туда просто ложим и все женщина говорит я кладу туда а я узнал сразу же что пенсия сколько у нее пенсия это десятая часть от нее она получает 10 тысяч значит должна положить тысячу а которая с кассы это снимает Лена она говорит никогда таких денег не было у нас то есть обман обман потому она не дает в руки чтобы не увидели что она обманывает и наконец она бросила православие все ушла за этим обманом она все все похулила и ушла то есть обман был и он должен был выявлять она не нужна наоборот она должна раскаяться и плакать что и дело нет ожесточение сердца и поэтому и дети и внуки все растут такие же хуже безбожников вот и все но я видела этот я тебе как говорю так не хочешь делать если не хочешь делай как знаешь но тебя все время совесть будет мучить то что как я тебе сейчас говорю совесть не будет мучить и притом открыто открыто никто не ты положила не положила да ты не ложила тут уже сразу же будет нет я положила я отдал в руки и вот смотри у меня пенсия такая-то не бойся сказать некому отдать поэтому не положим туда не правда это неправда что некому отдать накопи и мне отдай мне отдай если священник раз в год бывает понятно что ему не получается ему отдать ко мне за всю мою жизнь не пристала ни одна копейка даже где давали ездили я ответственно тоже приходя давал сейчас у меня на телефон кто-то все время перечисляет и перечисляет как только накопится 7000 я отдаю у кого там нужда они снимают возвращают его голы и проходит полгода опять кто-то накидывает каждые полгода два раза снимают это бог делает Игнатих я не про то хочу сказать я не говорю что я не хочу ложить я говорю что просто как положено не берут я как положено ложу свою десятину но не в руки я сказал как повторять зачем уже я сказал как мы делаем и у нас никогда ничего не будет потеряно у нас так установилось это полное доверие а если ты хочешь помочь кому-то отдельно выходит там у нас Надя она выходит и говорит кто-то нуждается и баночку поставили кладите сюда милостыня спасает от смерти написали на ней из Серахова все пожалуйста а иногда бывает так даже срочно прям надо срочность и сейчас там ну срочно сразу начинает у кого что есть а если уже объявляют тогда через неделю постараются принести это и к десятине не относится давайте помолимся достойно есть якого истину блажить дитя богородицу пресно блаженную и непорочную и матерь бога нашего чистейшую херуби и славнейшую без сравнения с Россием без истиннее бога слово родшую сущую богородицу милосердный создатель мы предстали перед твоим величием и просим во имя господа нашего иисуса христа его милосердия услыши нашу молитву мы желаем чтобы нам всем достигнуть желаемой пристани царствия твоего небесного чтобы никто из нас не оказался опоздавшим но усили нас прощать друг друга никому не быть соблазном благослови нас и распустись миром и все слышно и сохрани в наших сердцах духом твоим святым тебе боже слава и хвала за все отец сын и святой дух аминь мы маленько еще сережа останем тут что-то Марина хотела сказать даже Марина Игнать Игнать Люба сейчас принесла деньги скажите пожалуйста если мы на карточку перечислим и я напишу или Любин адрес или мой и вы вышлите по почте книги новый завет нам только точный адрес с индексом и телефон я же вам написал люди выбирают какие книги узнают пересылку спрашивают сколько за пересылку я примерно скажу за пересылку тогда общая сумма такая человек пересисляет снимает копию с этой карточки и нам посылает чтобы видно было видно было что вот у него заплачено теперь мы посылаем он получает 2-3 фотографии с книгами в руках делает все я покажу данные покажу все если получится то когда у нас 3-го числа работает да у нас наверное 3-го числа работает почта и 3-го числа мы сразу вам вышли ну вот все я вам посылал все да да я ей все сейчас расскажу покажу на карточку или на сберкнижку это как вы сделаете вот вчера мы получили от одного он пенсионер он запросил 13 книг к истинному православию и 3 полных комплекта по 3 книги а у него кажется в монастыре там знакомый старый священник он говорит я кому подарил уже дал отчеты книги и жена сидит ему как-то неудобно столько держать и жену тут припряг к этому делу я эти фотографии для сейчас для слова божия не туз я его разбил на 8 файлов и там Сергей Новиков обслуживает я ему скинул 1400 фотографий у нас очень и очень большие ресурсы все спаси Христос слава Иисусу спокойной совести спаси Христос спаси Христос слава Христос все ничего нет отходим так у меня объявление значит возобновляем утреннюю молитву по барнаульскому в 4.50 как вот раньше мы делали то кому значит спать надо неудобно тогда сами из группы выходите я буду на группу вот на эту звонить сами выключайте звук чтобы я никого я предупредил то не может отключайтесь сами раз вы не в сети